Здравствуйте всем! Слегка сменило место бытия съемки. Короче, можете ли вы считать себя настоящим жителем цивилизованной части России, если вы не мылись в течение двух недель каждый год холодной водой, либо подогретой водой в кастрюльке, из кружечки в тазике? Короче, вот такие пироги. Приехала я сейчас, ездила на велике, за документами ездила, своей временной очередной пропиской. Почему временной очередной пропиской? Это уже к тем, кто купил нашу квартиру и до сих пор бабло не перевел в полной мере, чтобы мы купили вот эту квартиру. В общем, временная прописка у меня и присменилась, скажем так, на ближайшее время. И я заехала потом, так я ездила на велике, совсем ранища, я решила доехать до Дикси. Тупо я ехала в Дикси за влажными салфетками. Какой-то вообще напряг, правда я пятерку в Солнечном не заезжала, может быть там есть влажные салфетки. Напряг совершенно с влажными салфетками. У меня, конечно, есть влажные салфетки. Ля Фрэш, магнитовские. Но они такие же, как вот влажные салфетки, то ли из пятерки. Это вот Марк, по-моему, чисто магнитовская, то ли чисто пятерковская. Вот здесь вот, ну, очень хреновая вот эта наклеечка. Она у меня вся уже обдолбалась. Она сразу почему-то обдолбливается. И так-то салфетки еще слегка влажные. Их даже можно поюзать. Вот я их сейчас поюзаю. Вот поюзаю я их сейчас. Поюзаю, поюзаю. Но как-то в сумку их засунешь, опять какая-нибудь фигня попадет, ибо фигня-то вот эта не прилипает. В общем, короче, обратные эти влажные салфетки что-то стали раньше, вроде как-то ничего были. И поехала я тупо за влажными салфетками глянуть какую-нибудь рыбу в Дикси. Вот знаете, такое ощущение, что в Солнечном какая-то эпидемия совершенно. Хамство. Недеквата. И отсутствие воспитания. Не, я, конечно, понимаю, что не всем повезло иметь такую офигительную, совершенно суперскую маму, как у меня была, Лена Посарева. И не всем повезло, или не у всех у вас была возможность ходить в библиотеку. Мне-то вообще повезло. У меня мама на библиотекарше была. Библиотекарь. Библиотекарь звучит гордо. Короче, не всем повезло в детстве иметь хорошее близкое окружение, которое вас любило, да, их любило. Ну, как-то саморазвиваться же можно, да. Это я вот такая офигительно честная Лёля. Вообще на себя поражаюсь. В шоке от самой себе совершенно офигительно честная Лёля. Лёля, значит, не нашла влажных салфеток, но нашла какой-то сыр по скидке 64, что ли, рубля. Рублант. Кто-то там, Гауда. 125 грамм. Сделан он 1.06. И до 30.08. Живёт в этом году, короче. А у меня тут завтра предстоит как бы это мелкое такое путешествие. Ну, и надо как-то... Меня хоть обещали встретить с Хавчиком. Но, мало ли, надо же будет что-то сожрать перед хотя бы уездом. И, короче, я как бы что-то ещё несколько дней так конкретно не готовлю. То поесть забываю, то про еду забываю. Забыл поесть и как с этим бороться. Мой коллега по скандиду говорит, что это нормально. А вот забыл про еду и как с этим бороться. Она умерла. Пришлось выкинуть. Вот как с этим бороться. Вот это, я думаю, не очень нормально. Короче, с одной стороны, я забывала и что-то в этот раз про еду. С другой стороны, забываю поесть. Или как-то ем и ем мало, потому что, ну, ничего не лезет. Или увидела я там, вообще хотела купить какую-нибудь другую рыбу, но что-то цены всякие есть, а сама рыба, вот, ну, лежала бы она как-то там, ну, нормально, ровно, понятно, что куда, да, а не всё комом. Я бы, может, нашла какую-нибудь другую рыбу. Но какую-нибудь другую рыбу я не нашла, соответствующую, допустим, цена, название, да. Я нашла тилапию. Она снова там по скидке, по-моему, снова там по 149 или 159 хз. У меня на 214 с копейками всё это вышло. Ну, вы посчитайте там, если чё. Я думаю, он тоже 64 с копейками был. Я купила себе тилапию, которая уже там покупала, филе тилапии. Правда, в этот раз никаких наклеек нету, когда она сделана тайно прокрытым раком. Может быть, конечно, где-то написано, но я не увидела. В общем, тут срок годности 12 месяцев. Но, с другой стороны, это... У нас замороженная в этой самой... Мало того, что в 5% глазури, так ещё и тупо заморожена сама. Я думаю, не прямое, наверное, то самое действие. В смысле не откину я ласты, наверное, не хлопну я ластами. Может, конечно, тут где-нибудь напечатана эта дата её рождения, но я вот тупо не нашла, либо плохо искала. Короче, в общем, сварю-ка я себе сегодня рыб. К тому же я приехала и поняла, что я хочу есть. Хотя я позавтракала кофеёчком. Что-то кофе-бусиды у меня так быстро заканчиваются. В Ладожске у меня уже совсем закончился, и мой остался там ещё на раз. В общем, бусиды у меня закончился совсем. Я не знаю, делать его пустые две баночки бусиды обозреть или не надо. Ну и, в общем, купила я это и рыбы. Думаю, рыбу сегодня заказываю. У меня на завтрак было яичко в сматку и стаканчик, чашечка бусиды, кофе с молоком. И, в общем, вот я это и ездила. Туда захожу, иду с корзиночкой точнее. Ну, захожу, всё нормально, там люди на кассе, то всё. Иду с корзиночкой. Я понимаю, они работают, по-моему, с 8 что ли до 10, или с 8 до 9, как-то так. То бишь, я была уже где-то около 10 утра, а не открывается 8. Я понимаю, вроде как это, особо народу нету, но зайдёшь в любой другой магазин, особо народу нету, всё равно человек на кассе сидит. Иду к кассе, никого нету. Так, туда касса, сюда касса, никого нету. Повопила, покричала. Но не так, чтобы уж совсем орала, но типа, эй, люди, подойдите кто-нибудь. Ну, как-то так. У них как бы ежекамера должна быть в магазине этого самого наблюдения, чтобы они должны видеть, что вообще должен там кто-то чекистить за этим всем. В общем, у меня было два варианта. Выйти с корзиночкой и пойти куда-то там. Но я честная, Лёля, я пошла обратно, ища продавца. Туда заглянула, нету продавца. Сюда заглянула, нету продавца. Какая-то бабуля ходит чисто как покупатель, да? Я, значит, подхожу к женщине, которую я до этого замечала, когда искала рыбу, расставляла она там что-то на прилавке молочное. Я ей вежливо попросила её, здравствуйте, извините, пожалуйста, не могли бы вы подойти на кассу? На меня наехали, наорали, сказали, что там есть человек. Я думаю, если бы там был человек, я бы сюда не пришла. Я говорю, нету там человека. Да там есть человек. Я ей очень вежливо, и ещё раз мятно сказала, что если бы там был человек, я бы к вам не подошла, а его там нету. Я только что была на кассе. В результате, видимо, та, кто должна была на кассе, услышала каким-то образом. Видимо, рядом всё же находилась. И я выхожу, и она идёт. Вот ей хватило мозга. Спасибо, вежливая тётка. Нормально послушать. Правда, пакетик мне не предложили. Я ещё думала, что я возьму себе пакетик, но после вот этого наехали ни за что, ни про что. Продавец, который должен приходить на работу с лыбой на роже своей, натягивать её в любом случае, иначе нафиг ты идёшь продавцы, и улыбаться каждому. Блин, берите пример, что ли, невестливые люди с японца. Лыба. В Европе. Вот была. Единственный раз. Четыре года назад. Хоть мне говорили, что там, типа, плохо к русским относятся. Ни хрена подобного. Если ты без разницы какой национальности нормально к вежливо человеку обращаешься, тебе точно так же вежливо ответят. Ну, короче говоря, меня обслужили, я картой расплатилась, собрала вещички, поехала. Поняла, что я не купила пакет, ну, думаю, хрен, если мне его при этом и не предложили. Ну, да ладно. Но я чё-то в таком афиге, вот как-то вот этот вот, как на меня в пятёрке наехали, тут в одной. Тупо не заходили. Вот такой момент. Ты любой покупатель ценен. Вот по себе знаю. У меня был опыт, если мне кто-то будет в камен так вопить, что ты не работал, а ты не знаешь продавцов, да? А любой покупатель ценен. Без разницы, покупает он на 200 или на полторы тысячи. Такое странное отношение вообще, вот, допустим, в пятёрке. Не в каждой пятёрке. Есть нормальные, адекватные пятёрки, где без разницы сколько ты купишь. Вот очень хорошая пятёрка есть в районе третьей школы. Тебе вежливо улыбающийся человек скажет «Здравствуйте». Обязательно всегда должен говорить. Продавец «Здравствуйте». Обслужит тебя и скажет «Спасибо за покупку, приходите ещё». Без разницы, на сколько ты купил. Здесь купил, и либо вашу карту мы опечатаем, либо нефига. Но это так. Это вот такой видос. Просто тупо как бы времени нету писать что-то такое по списку. Да, вот я помню про эти. Когда-нибудь сделаю. Ну, у меня тут случился дедлайн шанса, который с итальянского. Шок его. И эти итальянцы тоже немножко японские. Не весь японский они, блин, переводят. С какого они вообще там переводят? ХЗ. И как бы вот ещё завтра куда-то там я мылю лыжи. Как бы некогда что-то писать. Ну, вот решила, что пока она, допустим, если бы я её размораживала и хотела слопать, то всё равно бы я что-то делала. Я решила, почему бы не заваять видос. Придётся его монтировать, потому что надо срезать, как я нажимаю на кнопочку на компе, сажусь сюда, как я встаю. Ну, да ладно. В общем, у всех хороших и адекватных людей по жизни. Вежливых. И любящихся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok